Девушки отдыхают Те, кто 2 миллиарда пишут, понимают, что что-то произойдет в стране в ближайшие месяцы. Они живут одним днем, заявил Караулов. Журналист открыто озвучил свое недовольство действиями и бездействием губернатора Забайкале Александра Осипова. Также Караулов упомянул пресс-службу краевого правительства, уличив ее во лжи. Центральный районный суд Читы приговорил бывшего главу комитета по управлению имуществом городской администрации Сергея Коновалова к 4 годам колонии за мошенничество. Коновалова осудили по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Суд пришел к выводу, что чиновник, занимая должность председателя комитета по управлению имуществом городской администрации, из корыстных побуждений приобрел по заниженной несоответствующей рыночной стоимости муниципальную собственность, земельный участок с располагающимися на его территории зданиями. Госдума приняла закон, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствии с поправками Конституции и, в частности, дает право нынешнему президенту вновь претендовать на два срока. В документе прописано, что главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не меньше 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида нажительства. Начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков не ответил на вопрос телеканала ЗАП-ТВ, адресованный ему в официальном обращении, кто оплатил изготовление, печати и размещение листовок с его изображением в общественном транспорте. На вопрос телеканала связано ли размещение листовок с началом агитационной кампании, относящейся к его участию в выборах в Госдуму. Новый руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» ответил, что идея по присвоению почетного звания город трудовой доблести не имеет никакого отношения ни к выборам, ни к политике вообще.